Агентство недвижимости – это HR-бизнес. Это правда? Да, это правда. Статистически просто так будет происходить. Люди будут уходить. Средний агент достаточно небольшой доход имеет. Если мы говорим про деньги, их интереснее считать с рабочего места. Это вот самая рискованная группа с точки зрения ухода из компании. Мы продаем компанию или мы выясняем, что за человек? Считаю большой ошибкой включать функции одного HR-специалиста и подбор, и адаптацию, и мониторинг обучения. У нас один рекрутер дает выработку порядка 15-16 новых сотрудников, которые пришли на первый день работы в компании. Елизавета, добрый день. Мы с вами уже записали один материал, который касался образования команд, групп разного рода. И кому интересно, можете посмотреть. Все ссылки, как всегда, в описании. А сегодня у нас тоже, мне кажется, немаловажная тема для руководителей и для HR-щиков, если можно так сказать, для HR-специалистов, для директоров по персоналу, как угодно можно это называть, мы будем говорить о метриках при подборе, правильно? То есть, если перевести на язык, что называется, продажников, речь идет о некой воронке, правильно? И про воронки, и про данные, которые в подборе возникают, кроме воронки, на которые следует обратить внимание, потому что много чего поменялось за последние пять лет. Я хочу с вами вот в качестве разминки, как это, введение, у меня прозрение год назад произошло, хотя, наверное, для вас это очевидно, очевидно для многих руководителей, что агентство недвижимости – это HR-бизнес. Это правда? Да, это правда. И успешность именно бизнеса, не конкретно взятого человека, зависит от того, насколько хорошо мы нанимаем, привлекаем, рекрутируем агентов, насколько хорошо мы их адаптируем, насколько хорошо мы их обучаем, и дальше, соответственно, ведем, как говорится, по жизни, ну и, грубо говоря, там, профессионально эксплуатируем. Отсылку еще раз сделаю к прошедшей недавней конференции, которая у нас тоже есть на канале, где руководитель, топ-руководитель сказал, что он видит текущее состояние рынка, кадрового рынка, если можно так сказать, агентов по недвижимости, ну, как очень нехорошие, в том смысле, что очень высокая текучка, там даже звучали, по-моему, оценки 160% в год, вот, что средний агент достаточно небольшой доход имеет, и все это, как бы, не есть хорошо, как для отрасли, так и для конкретного бизнеса. Вот можем ли мы сказать о том, что ситуация должна как-то поменяться, и как она должна поменяться? Или, в принципе, бизнес так устроен, это просто такая модель, и ничего другого здесь не нужно выдумывать и изобретать какой-то велосипед? Давайте так, то, что сейчас происходит, это вводные. Все, это нехорошо, неплохо, это так. Ну, можно привести аналогию, например, с открытием пунктов выдачи Wildberries. Их почему так много? Потому что еще больше людей пытались их открыть, и у кого-то не получилось, но кто-то в итоге остался. Но в самом начале очень большое количество людей пытались заниматься этим бизнесом. или, грубо говоря, торговли на маркетплейсах. Кто-то становится там успешным, но еще больше людей туда приходят и не становятся там успешными. Агентский бизнес, он такой, это правда HR-бизнес, труд земля капитал, у нас труд, у нас люди. И даже когда я приходила в недвижимость, мне мой руководитель сказал, что хорошая команда агентства по недвижимости, это команда, где руководитель может со своими людьми выйти в чистом поле, и то, как сильно они заработают, и сколько пользы они принесут людям, будет зависеть от количества людей и от их профессионализма. То есть никакие, грубо говоря, если все прям так очистить, мы понимаем, что сначала у тебя есть люди и их квалификация. То есть количество и качество. Все. Хорошо. Когда мы говорим о квалификации или, как вы скажете, профессионализм, о каких метриках мы говорим? Это, не знаю, условно, выработка на одного агента, это средний чек, это еще что-то. Это моя любимая тема. Ну, во-первых, это выработка на одного агента в сделках, но, опять же, смотря как мы считаем сделки. Ну, считаем ли мы альтернативу по числу объектов или мы считаем, например, просто общее количество сделок, потому что понимаем, что в среднем там доля альтернатив, она такая. Наверное, только в сделках можно посчитать производительность труда, а уже дальше, если мы говорим про деньги, их интереснее считать с рабочего места, со стола, с компьютером. А можете поделиться каким-то данным, вот, не знаю, в среднем по Москве сейчас, сколько сделок на агента? Я просто слышал цифры там 1,2, 0,8. Ну, в месяц, ну, 0,7, 0,8. 0,7, 0,8. Это если в среднем по Москве, учитывая там то, что мы послушали у других компаний, вот так вот прям совсем округляем. Подробнее расскажу о том, на что смотреть при привлечении и подборе персонала, потому что многие руководители задумываются о том, как сделать подбор и привлечение более эффективным. Есть один понятный способ, это использование реферальной программы канала ближних друзей, ближний круг, 100+, круг 100. Это канал самый эффективный с точки зрения адаптации и дальнейшей работы человека. Это правда, там порядка, наверное, 40 на 40 или 50% лучше эти люди адаптируются, доходят до собеседований, проходят собеседования и, соответственно, далее. Но он другой с точки зрения его организации, каналом ближний круг или там 100+, для того, чтобы он работал, необходимо, чтобы занималось большое количество людей. Это возможно, скорее всего, в больших крупных сетевых компаниях. В маленьких компаниях это тоже сработает, но не в таком объеме. Я больше расскажу про наш опыт, который удался нам благодаря централизации функции подбора персонала. Мы просто разделили все этапы работы, так сказать, разделение труда и оставили на подборщиках ту работу, которая только связана с подбором. Если вам нужен совет о том, стоит ли покупать франшизу, или вы стоите перед выбором, какую именно, то мы можем провести индивидуальную консультацию или воркшоп для вас. Здесь мы поделимся своим мнением по поводу перспектив каждой франшизы на рынке, а также вместе с вами сделаем дорожную карту. Она позволит вам сократить выбор до двух-трех вариантов. Дальше вам останется провести разведку боем и принять окончательное решение. Контакты и ссылки на экране и в описании. Считаю большой ошибкой включать функции одного HR-специалиста и подбор, и адаптацию, и мониторинг обучения, потому что это не дает возможности на чем-то сосредоточиться. А здесь все же история массовая, необходимо количество. Как этого количества добиться, это, знаете, вопрос такой технологический. Расскажу про метрики, на которые стоит смотреть. Благодаря вообще, в принципе, большому упору на прием и подбор персонала, как первое наше звено бизнеса, у нас удалось вырастить долю стажеров достаточно много, там с 15 до 42%. Это произошло за три года. Мы понимаем, что и дальше эта доля стажеров должна сохраняться такой же, ну, порядка 40%, может быть, до 60%, чтобы у агентства как раз покрывалось все то, что уходит, все те люди, которые уходят. Можно я буду задать вопрос? Доля стажеров имеется в виду в общем объеме коллектива? В общем объеме агентского состава, да. Вот так вот, аж до 60%. Ну, в идеале до 60%. Мы просто поэкспериментировали на разных моделях. У нас сейчас порядка 40%, 40%, 43%. Но уходят же не только по возрасту или потому, что уже там 20 лет ты в профессии, ты хочешь что-то поменять. Уходят еще и потому, что где-то появляются другие более интересные предложения, либо уходят в частный рынок. И этот риск, например, мы наблюдаем на агентах, у которых стаж работы от полутора до двух с половиной лет. Это вот самая рискованная группа с точки зрения ухода из компании. А вы исследовали? Почему? Да, это не совпадение уже с корпоративными ценностями, с коллективными ценностями. Как правило, да, это вопросы связаны. То есть они хотят чего-то большего, а компания им этого не дает. При этом два с половиной года, но это такой период, когда более-менее профессионал сформировался уже. Да, он уже сформировался, уже начинает смотреть, а что есть в другом месте, а где-то может быть интереснее. Это уровень исследований. То есть пока нет такого крепкого сообщества и связи, чтобы точно знать, ага, там вот так на самом деле, там вот так, там мне не подойдет. Поэтому выходят из компании, идут другие места. А другие компании, например, рады тому, что приходит опытный агент с хорошей базой и готовы предложить высокие отличительные от других условия. Очень простая ситуация. А можно ли говорить это о том, что, ну, по факту вы с вот такой моделью являетесь неким таким инкубатором и поставщиком подрощенных агентов на рынок недвижимости? Ну, я бы сказала, что статистически просто так будет происходить. Люди будут уходить. Мы, понятное дело, работаем с категориями не только от полутора до двух с половиной лет, но и с другими категориями. Но и из других компаний тоже к нам приходят. И нам тоже нравится, когда приходят из компаний, у которых чуть больше численность, например. Или переехали из других регионов уже подрощенные. То есть нельзя сказать, что мы вот прямо сейчас просто такой поставщик кадров. В целом, для того, чтобы обеспечить коллектив из, например, 500-600 агентов притоком нового состава, достаточно будет 5-6 человек-рекрутеров. Вообще, в принципе, если даже рекрутеры не любят какой-то один большой сайт, например, сайт HeadHunter из-за его стоимости, мы понимаем, что пока лучшей замены среди внешних источников там нет. Но есть такая особенность, как использование там различных премиум, либо супервакансий, которые позволяют сделать бренд более узнаваемым, потому что с кандидатами есть простая история. В самом начале, когда мы делаем первое касание с кандидатом, он, возможно, что-то уже знает о компании, но, может быть, еще не готов к разговору, он еще будет отказываться. Или, например, идет подумать. Но чем больше вакансий висит в премиуме и больше частота упоминаний, тем лучше для нас, и для кандидатов он больше о нас знает. Вообще, мы используем порядка 30 источников, и здесь была бы ошибка использовать только один самый эффективный, другие тогда нам не нужны. Они нужны для частоты упоминаний, для поисковой оптимизации, для того, чтобы поймать те самые крупицы, условно, еще 20-25% тех кандидатов, которые не дошли через реферальную программу или популярные джок-порталы. Все равно брендированная представленность из серии, что за бренд, что за название, я его слышала или видел, это необходимая история для привлечения кандидата, например, стажера, если у него еще нет опыта работы. Если мы говорим про число лидов, на которые ориентируются в целом, в месяц у рекрутеров может возникать порядка всего, на группу из 5-6 рекрутеров, порядка 3-4 тысяч контактов, с которыми эти рекрутеры работают. Зависит, опять же, от того, что за месяц, в декабре полмесяца мы не работаем, но январь или февраль сейчас, вот не знаю, как с рынком недвижимости, с рынком труда в недвижимости сейчас очень хорошо. У нас один рекрутер дает выработку порядка 15-16 новых сотрудников, которые пришли на первый день работы в компанию. То есть они уже пришли на первый день. Но для того, чтобы это произошло, есть некоторые лайфхаки. Ну, например, иногда говорят, разговор с кандидатом должен длиться буквально 30 секунд. Да-да, нет-нет, приходите на нашу встречу. Но бывает такое, что… Это имеется в виду разговор по телефону. Да, разговор по телефону. Но это такая, знаете, технология, похожая на технологию привлечения продавцов. Продаете там, не продаете сами с агентом, давайте встретимся, я вам там все на встрече продам. Не стоит так делать, но стоит так делать на этапе отсева и работы по холодной базе, то есть стремиться к короткому разговору. В среднем мы пришли к выводу, что оптимальный разговор с кандидатом длится 4 минуты. Это состоявшийся разговор, порядка 4 минут. 10 минут уже слишком много, за это время можно было с двумя людьми поговорить. В процессе вот этих 3-4-5 минут, что мы делаем? Мы продаем компанию или мы выясняем, что за человек? Выясняем, что за человек, потому что невозможно однозначно описать работу агента. Ее необходимо описывать человеку, исходя из его мотивов, потребностей. Ну, банальный пример, который мы приводим и на тренингах, и на семинарах для своих руководителей и HR-специалистов. Если у человека есть запрос на стабильность, нельзя говорить о том, что ему нельзя работать агентом. Потому что, скорее всего, запрос на стабильность заключается в том, что ему нужно, например, не менее 80 тысяч рублей в месяц. И он не будет против, если это будет 120, 150 и 180. А это означает, что вакансия презентовывается совершенно по-другому. Ведь если у человека, правда, запрос на стабильность, он нужен нам, потому что нам нужно, чтобы он каждый месяц сделал хотя бы одну сделку. Ну, в идеальной картине мира. То есть, чтобы не он решал, там, делает он сделку сегодня или не делает. Потребность может быть в коллективе, потребность может быть в хорошем руководителе. Часто у людей руководящего уровня такая история сквозит о том, что кто мной будет управлять, а что это за руководитель, он ли профессионал. Тогда и презентация вакансии будет через то, что человеку нужно. Обычное выявление потребностей и закрытие потребностей. Мне часто звонят роботы, но на медне позвонил один, которого я и раскусил не сразу. Диалог был настолько похож на настоящий, что я согласился получить информацию в WhatsApp. В итоге сейчас я знаком с несколькими кейсами из недвижимости, которые демонстрируют работу этого робота. Как по найму агентов, так и по работе с клиентами. С примерами и подробностями вы можете познакомиться по ссылке в описании. А фрагмент одного из них вы услышите прямо сейчас. Алло, я вас не слышу. Алло. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я звоню вам по поводу квартиры. Удобно говорить? Слышаю. Звоню из агентства недвижимости... Скажите, если мы своих клиентов сориентируем на вашу квартиру, и они будут готовы внести аванс и выходить на сделку, то в случае продажи мы можем рассчитывать на минимальное вознаграждение 2%? Я буду счастлив. Тогда я сейчас передам ваш контакт нашему специалисту, и он с вами свяжется в ближайшее время. Секундочку. Космос вообще. Блин, вот это робот. Все, я все передал. Пускай это будет наш маленький секрет. Подскажите, у вас есть еще вопросы? Куча. Понял, я перезвоню позже. До связи. 3-4 тысячи база контактов, 5-6 рекрутеров. То есть, условно говоря, по 600, да, по 600 контактов на одного рекрутера, и на выходе у нас 15-16 людей, зашедших на обучение. Да. Вот тут вижу некие 3%. Да. 2-3%, 2,5-3, да. Окей. Раньше был 1%, мы понимали, 100 контактов, 1 вышедший. Ну, это была такая суровая правда. 100 контактов, 1 вышедший. Сейчас уже чуть получше. А можно объяснить, за счет чего это произошло такое? Это догоняющие сообщения кандидатам. Это общение с кандидатами в мессенджерах. Мы знаем, например, что 65% людей не отвечают на телефон сразу. И, в принципе, сейчас у людей стоят вот эти боты-помощники, плюс супертелефонные определители. Поэтому, если это разрешено кандидатам написать ему в мессенджер, мы еще и напишем в мессенджер, что это звонили мы. А даже будем с некоторыми просто переписываться. Укрепляется это еще тем, что у рекрутеров оформлены в WhatsApp их страницы. Это WhatsApp бизнес с оформленной страничкой. Кто они, откуда они, все их ссылки на сайт, возможно, ссылки на ролики. Плюс мы просим у рекрутеров ввести сторисы. Туда ставятся такие картинки про нашу работу. Есть еще интересное время для звонков. Оно, кстати, не знаю, совпадает или нет со временем, по которому звонят агенты-продавцам. Мы поняли, что лучше всего отвечать на телефон, если звонить с 12 до 5. То есть утром люди не так сильно отвечают на телефон и вечером. То есть вот это ключевое время, ключевые 5 часов, в которых просто процент ответов на где-то 20-25% выше. Что касается скорости. Мы ставили себе такую хорошую гипотезу, хотели ее проверить. Все, что связано со скоростью ответа, скоростью написания сообщения, скоростью принятия решений руководителем. И, например, однажды мы пришли к такому заключению, что после того, как уже руководитель провел собеседование с кандидатом, он не может отправиться думать по поводу этого кандидата. Он в момент собеседования принимает решение, подходит ему кандидат или не подходит. Это если уж говорить про скорость, типа три дня думать или неделю нормально. Нет. Вот. Прямо сейчас я вас приглашаю на работу. Ну, потому что очевидно, что нельзя выявить каких-то подводных препятствующих камней ни в течение недели, ни во время собеседования. Не выявил, все. Ты готов пригласить? Приглашай. Просто дальше по воронке произойдет так, что, скорее всего, у тебя часть людей выйдет, а часть нет. Но это очень сильно зависит от руководителя. И от того делали рекрутер или даже руководитель в идеале те самые касания с кандидатом. Вот. И что касается скорости отработки откликов. Если отрабатывать отклик и обращение сразу, то сразу мы имеем в виду буквально 5-7 минут после того, как отклик отправлен. То эффективность гораздо лучше. Доходимость на собеседование, например, на 20% будет лучше. Вот конкретно по этим кандидатам. Если, не дай бог, отклик висит, например, сутки, но это считаем то, что отклика уже нет. Это просто, как сказать, скликнутый бюджет. Другая история, которая сильно влияет на подбор, это требования руководителя к агенту. Мы много работали и много экспериментировали на тему, какие же требования необходимо предъявлять к компетенциям или к тому, кто может стать риэлтором. И поняли на больших данных, в нашей базе, например, сохранены данные порядка более 30 тысяч сотрудников, которые когда-либо были причастны к нашей компании. То есть выявить закономерности между образованием, местом рождения, какими-либо компетенциями и успешностью риэлтора, в принципе, невозможно. И самый лучший способ — это уменьшить количество требований, которые руководитель предъявляет кандидатам, и потом уже смотреть в процессе работы. По факту мы называем это принятие решения перенести на этап по окончании стажировки или по окончании двух недель. И называем еще это иногда определение годности стажера, годен он или не годен, две недели, три недели. Ключевая история в скорости — это то, как быстро произойдет встреча от момента первой переписки рекрутера с клиентом. Мы ставили показатели и поняли, что практически в них укладываемся это менее 72 часов. От момента первой переписки до встречи. Ну, трое суток. В идеале двое суток, потому что на следующий день, как правило, что-то запланировано уже. Но если человек в стадии активного поиска работы, то через день он найдет это время обязательно. Там дальше возможны какие-то технические переносы. Пробовали еще для руководителей применять такую штуку, как, например, делала компания Netflix. Если руководители, а самое важное сейчас — это люди в команде, это означает, что нет ничего важнее, чем собеседование. И в любой момент, что бы у тебя ни происходило, если у тебя сейчас происходит собеседование, к тебе пришел человек, ты прекращаешь все свои дела, идешь на собеседование. В целом 20, максимум 25 минут для собеседования достаточно. У нас нет задачи выявлять глубокие мотивы, надо понять сначала просто мотивы человека и потребности, и потом уже презентовать ему вакансию. Здесь нет задачи искать какие-то изъяны в биографии кандидата или проводить интервью по компетенциям. Компетенции ты все равно будешь развивать, потому что в агентстве все постоянно учатся. А если ты уж не уживаешься в команде на уровне софт-скиллов, в команде, в коллективе, или не умеешь выстраивать отношения, то ты просто сам долго не продержишься и решишь уйти. Что касается доходимости, она в плохие дни. В плохие дни — это когда плохая погода, на самом деле, и пятница. Но пятница на пятницу не приходится. Она достигает порядка 35%. В целом хорошая доходимость, как мы считаем, мы ее смогли достичь, это 50-60%. Опять же за счет того, что у рекрутера всегда ведется контакт с кандидатом. У нас на маленьких выборках доходимость бывает до 100%, просто с переносом встречи. Ну что ж, спасибо большое за метрики. Если вам что-то вызвало какие-то вопросы, безусловно, задавайте их, комментируйте. Особенно если вы в других регионах и подобные исследования делали, может быть, вам будет не жалко, приведите свои цифры. Ну, собственно говоря, если вы с чем-то не согласны, тоже можете написать свое мнение. Спасибо большое. Как всегда, говорю, берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес, если он у вас есть. Пока, до встречи в YouTube. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин